Продолжаем честный обзор с Аллой Иглывой, директор агентства горячих путевок Турбар. Мы очень ценим ваши комментарии, их анализируем и читаем. И в одном из них было про отель Джанс Бульвадер 5 звезд. Аллочка, привет! Рассказывай, так понимаешь, что отель очень популярен. Привет! Да, очень популярен. И знаешь, как-то я долго продавала данную гостиницу, вот как говорится, с закрытыми глазами, когда часто бывает, что ты не видел еще отель по каким-то причинам. Потому что джазы, допустим, могут продавать одни операторы, а мы едем в рекламные туры с другими. Но ты понимаешь, что отель хороший, и по накатанной одни вернулись довольны, вторые, третьи. Это был один из отелей, которых я не видела до данного ноября. И просто опиралась на то, что рассказывают туристы, понимая сочетание цены и качества в разрезе с другими гостиницами. Вот мой вывод. Комментарии туристов были абсолютно разные. Во-первых, я напомню, если вы еще не знаете, что это за гостиница, это входит в сеть отелей джаз, джаз Бальведер. Один из отелей. Есть еще Мирабель, Фонара, парк, клав джазы. И что хочу сказать. Опираясь на отзывы туристов, было очень разное мнение в разный период. Сначала, что просто хорошенькая пятерочка, беспроигрышный вариант, все хорошо. Все для всех, все, закрываем все вопросы. Другой момент был как-то момент, боже, там же что, чуть ли надо не в вечерних платьях. По цене смотришь, да нет, вроде не надо, но какое-то такое впечатление было у туристов. Ну, в общем, рассказываю, что это. Напомню, 5 звезд, все включено, на берегу. За что понравилась мне гостиница. И мои выводы, прям вчера прослушала еще раз мои выводы, которые я записала в конце просмотра данного отеля. Первая гостиница, очень логично, как я люблю говорить, не разброс, что где попало. Как-то логично, номерной фонд, отдельно там, где проходится интертеймент, отдельно там, где ресторан, вот какая-то такая идет удобное разделение по территории. Это первое. Второе, прям целая раскладка анимации. Мы ее не заметили, мы были как раз в обеденный период, но по анимации говорят, что достаточно активно, в принципе. При этом есть бассейн тоже, который поспокойнее, релакс, есть бассейн зимой тоже подогреваемый, неподогреваемый. И если плавно переходить уже по территории к пляжу, то с пляжем все хорошо, он не маленький, но кораллов вот прям для любителей, вот просто для любителей, там мега кораллов, здесь вы не найдете. Они есть, но это вот не то место, куда нужно ехать именно за безумно подводным миром. То есть если у вас цель просто вкусно покушать, кстати, про покушать плавно перейду, есть тоже несколько а-ля карта в основной ресторан, все как везде, в принципе, в пятизвездочных отелях, хотелось бы сделать оценку на том, что это пятерка не эконом-вариант, но и не там мега-делюкс, а обычная твердая, хорошая пятизвездочная гостиница. Приходящее-уходящее море? Да, но не сильно, то есть я, допустим, там в Навке она уходит намного дальше, то есть здесь не сильно, но есть такое, лагуны для детей, насколько я знаю, здесь нет, возможно, она образуется там совсем полноводье, но нету как таковой, все в номерах, в принципе, прилично, есть делюксы, мы смотрели, смотрели супериеры, стандарты были все заняты, не удалось посмотреть, номера не старые, в принципе, в удовлетворительном, как говорится, состояние везде есть, либо балкон, либо терраса на первом этаже, и это тоже одно и один из отелей, который, знаешь, я бы там не перечисляла, там ветрено или спокойно, а вот тоже такой 50 на 50, в принципе, можно ехать все четыре сезона. Есть, вот как сейчас видно на экране, джаз, как бы своя именная косметика, ну это часто все равно там для Египта это что-то, да, значит, это не непонятно что, то есть, значит, что отвечает по территории. Вот я люблю такие гостиницы, то, что я часто говорю в эфирах, не огромные, не там мега маленькие, вот, и езди погулять, и тем не менее не разброс там, я не знаю, с одной стороны в другую, там 25 минут пешего хода, и ты думаешь, господи, сходить ли в этот ресторан, или подождать очередной шаттлбасс, нет, очень компактная, удобная, уютная, зеленая территория. Что я еще не сказала? Сколько стоит ты мне сказала? Ага, не сказала. Ты мне сказала перед эфиром? 977, я правильно помню? Это двое взрослых и ребенок. Да, два взрослых плюс ребенок, опять-таки, данная цифра с 15 февраля, я думаю, что тысяча долларов, в принципе, за неделю с семьей, с ребенком, абсолютно нормальная цифра, тем более, что здесь, ну, вы действительно найдете, говорится, закрывающие вопросы для каждого, кроме горок. Ну! Это вот, ну, тоже такой момент. А для кого? Ну, не знаю, для все-таки... Мне кажется, пара. Нет, не для пара, и семьи. Ну, вот я не могу только назвать его мегадетским. Вот он точно не там мегадетский, хотя, понятно, детский клуб там есть, там анимация есть, но он не детский. Я бы не акцентировала на него внимание. Если у вас ребенок, там, не важно, сколько ему лет, который не любит, там, или не ходит, не посещает, там, детские дискотеки, детский клуб, абсолютно спокойно можно сюда ехать, если он все время с вами, ну, и даже если ходит в детский клуб, но просто не рассчитывайте на то, что здесь вот прям мега вау, потому что, как мы знаем, есть другие отели, где идет акцент на детскую анимацию и... Ну, красивый. Куда? Нет, отель красивый, уютный. Вот правда, нам немножко попался не совсем русскоговорящий, такой скромный заместитель Гест Релэйшн, вот, и мне было прям жаль, что он не мега мог рассказать нам все достоинства отеля, но мне хватило того, что я прошлась и увидела. Но я его представляла немножко другим. Вот это... Прошел? Нет, вот я его почему-то после последних описаний туристов вот с этими длинными платьями, думаю, боже, ну где там в джазе носят эти платья в пол? Нет, немножко скромнее, но при этом он достаточно качественный отель. Но он красивый. Он красивый, качественный отель. Поэтому... Пишите! Джаз Бельвадер, Глэв рекомендует, приходите бронировать в любой из наших офисов сети горящих путевок, ну и, конечно, звоните мне, я с удовольствием, вот честно вам скажу, когда раздается звонок, здравствуйте, мы смотрели ваш обзор, можно не продолжать, что вы случайно нашли мой телефон, что вам все понравилось. Я очень рада. Ваш звонок уже, в принципе, огласит о том, что вы мне доверяете и готовы с вами работать, бронировать и делать вам хорошее предложение. Мне отель понравился. Пишите, понравился ли он вам. И вот видите, мы читаем ваши комментарии, отвечаем на ваши обзоры, на ваши просьбы в рубрике «Честный обзор отеля». Аллочка, спасибо, ждем тебя в следующий вторник для новых обзоров. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok